Здорово! Сегодня мы продолжаем обзор для напитки из спортпиток. Вновь у нас энергетический обзор. Два энергетических напитка называются Maximal G. Куплены они в магазине Билли. Цена недорогая. 50 рублей за баночку. По 50 рублей. Ну, она и небольшая. Здесь у нас 0,250 мл. Здесь у нас два вкуса. Maximal G, который, собственно, просто так и называется Original, и Sugar Free, без сахара. Сейчас мы их сравним. В принципе, если учесть, что он без сахара и стоит 50 рублей, это довольно дешево. Тот же Red Bull или M-Way стоит намного дороже. Около 100 рублей за банку, даже больше. А этот всего 50. Это очень удобно кидать. Предлагаю начать с Sugar Free. Объясню, почему. Обычно Sugar Free менее вкусный, потому что это сахар. И после сахара он будет казаться дерьмом. Так что начнем с него. Итак, вот такой вот энергетический обзор. Что мы обращаем внимание? Куплены Билли, что это вариант не экспортный, потому что здесь нет русского языка, а просто наклейка. То есть, условно говоря, купили в другой стране, которая производилась для другой страны, и привезли сюда. Вот, да, то есть мы видим наклейку у нас. Ну, здесь мы видим, что у нас 0 калорий, здесь, да, 0 сахара и так далее. Давайте посмотрим состав. Итак, что здесь у нас есть? Нарочный обзор сахара Maximal G. Производство в Венгрии. В Венгрии это хорошо, это хорошо. Венгерские балы, как особенно вы знаете. Вот. Значит, встав у нас ходит вода, лимонная кислота, диоксид углерода, таурин. Все, мало его причем очень. Затем цитрат натрия, ароматизатор, подсластители от сульфам калия, аспартам, кофеин, сульфидно-аммонийная карамель какая-то, витамины, ниацин, пантотиновая кислота, А, Б6, Б12 и фениланин. Как-то вот так. Производитель у нас Будапешт, Венгрия, да, вот, ЗРТ, Саромпа. А импортируют, как я говорю, Билла магазин. Здесь всего лишь на 100 мл продукта 3 ккал, да, без сахара. В общем, довольно круто. Вот такой вот дизайн. Ну, сразу посмотрим этот, да. Ну, здесь у нас уже мы видим здесь сахара, углеводы 11 грамм. Здесь тоже самое, Венгрия, энергетический напиток с кофеином таурином. Состав вода, сахар, радиоксид углевода, таурин, лимонная кислота Е330, Е290, ароматизатор кофеин, краситель Е150С, ниацин, пантотиновая кислота, витаминный стабилизатор Е331. Чуть поменьше химозы здесь. Ну, производитель тот же, да. 11 углеводов у нас здесь и 9 ккал на 100 мл, здесь 250. Ну, немного. Ну, что ж. В Венгрии это хорошо, значит, это уже не русское дерьмо, но по составу, опять же, как русское дерьмо, у нас здесь что, кофеин и таурин, причем его немного. Ну, что ж. Начнем пробовать. Без сахара. Максимально. Ничего, запах нормальный. Такой прозрачненький, золотоват. Ну, ничего, давайте пробуем. Вот даже охлажденный, не поражистый. Я понимаю, что он без сахара, но, знаете, все равно, он не сравнится с Red Bull, он был получше, но с Amway я вообще молчу. Реально, Amway без сахара, это самый лучший энергетик среди линейки без сахара, который я пью. Он очень вкусный. Даже лучше некоторых с сахаром. Согласен с тобой. И там, причем, не кажется, что сахара нет, согласись, вот вообще. Вот. Вот это, конечно, нервно куют в сторонке. Конечно, он дешевенький. И если вы надолго сушите, я как бы на масте сейчас сижу, но надолго сушите, если недолго набрать сахар, то, в принципе, я думаю, он зайдет. Учитывая 50 рублей, неплохо. Тупо из-за цены. Но для людей, которые употребляют сахар, конечно, это просто будет параша. Так себе. Ну, такой безвкусный, знаете. Не кислый, не резкий. Ну, ни рыба, ни мясо, я бы считаю. Так себе, парашка. Мы вернемся позже. Давайте попробуем Originals. Maximum OG Original. Как мы видим, цвет у него примерно так позже, но надеюсь, он будет повкуснее. Все-таки сахар. Видите, он не сильно такой газированный и такой не сильно прозрачный. А запах примерно так уж и не очень приятный. По вкусу, как реально обычно российское дерьмо. Состав точно такой же. Теофин, таллин, чуть-чуть, и все. И вода с сахаром. В общем, вообще не впечатляет. Но хрень полная. Причем расскажу историю. Вот этот Maximum OG Billy впервые я видел зимой. Тогда он стоил довольно дорого, чуть-чуть около 100 рублей. Сейчас у нас уже еще осень. Почти год, можно сказать, прошел. И он стоит уже 45-50 рублей в белье. В два раза цена упала. Потому что, собственно, он не популярен среди пацанов. И да. В общем, конечно, можно попить смысл. 50 рублей. Это Flash. Это PowerTor Gold. Неплохой. Это Tornado Active Storm Ice. А вот из таких бюджетных канарелетиков, они намного лучше. Цена ему 25 рублей. Кроме того, что он сделан в Венгрии, ничего хорошего больше нет. Потому что состав здесь сахар, чуть-чуть кофеина, таурина и все. Канарелетик он слабенький. Вкус, ну, пить можно не очень. Подведем итог. Maximum G я не советую вам брать, потому что 50 рублей или 50 миллилитров вода с сахаром особо не впечатляющая. Пить можно, но ничего такого. Я ему ставлю 2 балла из 5. За дизайн, ничего такое. И то, что он сделан в Венгрии, в принципе, пить его можно. Но не советую просто тратить денег никуда. Вот здесь он невкусный. Невкусный, но он стоит своих денег. Объясню почему. Потому что, действительно, энергетиков без сахара не так много. А я бы сказал, мало. И ценник у них обычно очень высокий. Тот же Red Bull за такое стоит 100 с лишним рублей. МВ тоже 100 с лишним. Конечно, МВ пить приятно. А Red Bull этот не очень. Но тем не менее. Рассчитываем для людей, для диабетиков. Для людей, которые сушатся серьезно. Ну, соревнованием готовятся. Которые допустят без сахара. И по себе знаю, когда допустят без сахара, даже вот такое вот дерьмо покажется неплохим. Потому что ты пьешь воду и все. И оно, как бы, зайдет неплохо. Поэтому для людей, которые на сушке, либо диабетики, неплохой вариант. Дешевый, 50 рублей. Советую. Для обычных людей, вообще, даже вам будет смешно. Не тратьте время и деньги. Так что, рекомендации дал. Вот этот брать не советую никому. Этот советую, если вы на сушке, либо вы диабетик. Неплохой вариант для вас. 50 рублей, это дешево. А мы увидимся в следующих обзорах. До новых встреч.